Бойцы вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в лице Шамиля Закаева ответили кадыровцам, то есть Рустаму Агуеву, который, побоявшись приблизиться к Ичкерийцам в Белгородской области, записал видеоролик, находясь в Грайвороне, то есть примерно в 18 километрах от бойцов Ичкерийского сопротивления, которые находятся в Горьковском. Мы сейчас об этом поговорим, а сперва попрошу вас подписаться на этот канал и поставить лайк этому видео, вы поможете вывести его в топ и будете в курсе дальнейших событий, которые я здесь озвучу. Итак, как известно, бойцы вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия, группа Рустама Ажиева, он же Абдул-Хаким, вошли на территорию Белгородской области Российской Федерации с целью освобождения населенных пунктов из-под гнета режима Путина. Так же, как в свое время союзники были вынуждены войти на территорию нацистской Германии, чтобы остановить эту змею, то есть Гитлера, у себя в логове, в ее же норе. Потому что если оттуда постоянно исходит зло, если оттуда, как из Мордора, постоянно высылаются орды орков, нет другого выгода, как только прийти туда и навести там порядок. Именно поэтому союзники давным-давно, во времена Второй мировой войны, были вынуждены пойти и остановить Гитлера и нацистов у них дома. И именно с этой же целью бойцы Ичкирийского сопротивления также были вынуждены войти в Белгородскую область и освободить хотя бы несколько пунктов, хотя бы временно, если у них получится, из-под гнета режима Путина. Кадыровцы, конечно же, которых туда послал Путин, Кремль от лица Рамзана Кадырова, были обязаны защищать рубежи Российской Федерации. Но они этого не делали. Всем известно, что Рустам Агуев, Делимханов и прочие кадыровцы, они в основном держат рубежи чебуречных, они кушают в ресторанах, парятся в саунах и так далее. На 37-й, 38-й и 45-й линии обороны. Отсюда они были вынуждены прийти и сделать вид, что они находятся там. Но так как у них нет смелости и храбрости воевать с вооруженным противником лицом к лицу, они просто пришли в Грайворон, это населенный пункт в Белгородской области, полностью с ниточки, с иголочки оделись. Взяли оружие и записали красочный и эмоциональный ролик. Мол, мы здесь, где вы? В то время, как бойцы Ичкерийского сопротивления, правительство Ахмеда Закаева, находились там уже несколько дней. Где вы спросите? У них дома. Почему у них дома? Потому что они считают Российскую Федерацию своей отчизной, своим отечеством. Хотя это не так. Но раз они так считают, то бойцы Ичкерии пришли к ним в дом. Неважно, будь это Грайворон, будь это Горьковский, будь это еще какой-либо населенный пункт. Но кадыровцы не решились защищать свою отчизну, свой дом. Они просто засняли ролик, отчитались. Ахмед Дудаев, министр информации и печати кремлевско-кадыровского режима в оккупированной Чечне, выложил у себя это в телеграм-канале. Мол, все, мы записали ролик, сделали все, что от нас требовалось. Это было 18 марта, он выкладывает у себя. И вот вчера, 19 марта, Шамиль Закаев, сын премьер-министра Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, записывает ролик вчера, 19 марта, где отвечает Рустаму Агуеву на то, что он там говорил. Шамиль Закаев, если хочешь на русском пару слов чуть-чуть расскажи, где мы находимся, какая ситуация вокруг. Шесть лет назад, не прав, ну не прав, знакомые подруги из Чечни. Я не знал, что ты дома, когда пришел голосовать, тебя уже проголосовали в арбюре. В этот раз я пришел сам проголосовать. И хочу нашим новоиспеченным и самопроизвученным героям кое-что показать. Гаранты конституции. Харик, а выбор, не знаю, вот наш выбор. Выбрали Путина. Наш выбор, с модой, не шал. Шел, а вот. Рустам, там, ведущий, Рустам, агой, вармобахуза. Рустам, ну, все равно. Варим, что варишь вон, хвалай, везь, а вырели, еди, дожи, не жалолд. Это прям, что я говорила. Редущий, да, прям. Редущий, да. Субтитры, Кременщик, Субтитры, Абдул. Ужас, ваше, Та, Наша, ваше, Адю. Да. Есть. Гаранты Конституции. Вот наш выбор. Выбрали Путина. Наш выбор свободы, иншал. Видишь, Рустам Агуев, видишь, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, насколько вы унижены. Вы не отвечаете за свои слова. С вас смеется русский народ, то есть ваш хозяин, то есть те самые люди, которому вы продались, ради которого вы предали свою религию, честь, достоинство. Тот самый путь, который прокладывали веками наши герои, герои Северного Кавказа, герои Уммы, такие как Шейх Мансур, Имам Шамиль, Газим Мохаммад, Джахар Дудаев, Аслан Масхадов, Хамзат Гилаев и многие-многие другие павшие воины. Садулаев и так далее, и так далее, и так далее. Вы предали это. И вы вынуждены сегодня присмыкаться перед Кремлем, унижаться. Но так как вы не являетесь воинами, и так как вы не хотите воевать, вы делаете вид, что вы этим занимаетесь попутно, параллельно, захватывая пирожочные, шашлычные, чебуречные и так далее. Вот ваша война. Если вы хотите чем-то заняться, отправляйте туда своих детей, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров. Отправляйте туда своих детей. Почему ваши дети занимаются доставкой продовольствия, будучи совершеннолетними? Так, нацепите на них желтые комбинезоны, либо еще что-то с надписью «Яндекс.Еда», и пусть патрулируют города России, развозя еду по различным домам, домовладениям. Это все, на что они способны. Я не говорю, что это плохо, заниматься «Яндекс.Едой», заниматься доставкой. Это неплохо, и это не является чем-то унизительным. Но вместо того, чтобы показать пример всем нам, как нужно воевать, ведь именно вы кричали об этом, вы занимаетесь доставкой продовольствия. И максимум, куда едут ваши дети, это в Мариуполь. Под охраной, под покровом ночи. Быстро приезжайте, делайте ролики и уезжайте. Даже там, где нет боевых действий. Тогда как большинство своего свободного времени они проводят, ваши дети, в Дубаях, разъезжая в ресторанах, в кафешках, разъезжая на дорогих автомобилях, посещая различные мероприятия, такие как UFC, не UFC, бои, не бои. Почему ваши дети достойны больше того, чтобы жить, чем те, которых вы отправляете туда насильно? Почему вы отправляете туда огромное количество чеченцев? Езжайте сами, будьте мужчинами, покажите, как это нужно делать. Но нет, ваша цель уничтожить чеченский народ, свести его на корню. Вот какова цель Кремля. А вы выполняете эту задачу ради джипов, ради стечкинов, ради дворцов, ради этой мирской жизни. Вот поэтому вы предатели. Посмотрите на тех, кто борются против России, чтобы вернуться домой, деоккупировать наши земли и установить там наше собственное государство с нашими собственными законами. Это одна сторона. И вы, которые боретесь за Россию, за нашу деоккупацию, чтобы у нас не было собственного государства и не было собственных законов. Вот поэтому вы предатели. Вот поэтому вас презирают все. Не только мы, что понятно, но и ваши хозяева, которые сидят в Кремле, и ради которых вы полезли на чужую землю воевать, именно имеется в виду в Украину. Ведь это война, как я уже многократно говорил, русского народа. Не чеченского, не кавказских народов, не ингушского, не черкесского, не дагестанских, а именно русского народа. Это война за русский мир. Русский мир. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова